Судя по вот только что брошенному взгляду в сторону, я так думаю, трибун и того места, где находятся Лаис Корфье и группа поддержки, взгляд такой несколько обеспокоенный мне показался. Ну, это вполне естественно, все-таки по сету и третья решающая партия сейчас начнется. Кстати, проиграл подачу Карловича Давиденко, несмотря на то, что два раза было ровно у Давиденко. И все-таки подача Карловича сыграла свою роль. И вновь Карлович повел, правда, на подачу Давиденко сейчас счет 30-0. И не исключено, что тайбрейк определит победителя в первой партии этого матча. Ну, собственно говоря, так оно и предполагалось, что матч Давиденко и Карловича будет очень и очень непростым, особенно для россиянина, потому что принимать постоянно подачу скорость полета мяча, который превышает 200 километров, работа, поверьте нам, очень и очень непростая. Достаточно вспомнить недавнюю передачу по телевидению, в которой, один из сюжетов которого рассказывал о рекордах книги Гиннесса. И вот хоккеисты, исполняя щелчок, пробивали поворотом с расстояния, по-моему, 10 или 12 метров и фиксировали скорость полета шайбы. Так вот, максимальная скорость полета шайбы, которая была признана рекордом Гиннесса, составляла 146 километров в час. Итак, начало третьей решающей партии. Амирим Ирзмо подает. Я думаю, что нашла уже за эти два сета ключик к игре китайской теннисистке Амирим Ирзмо, уже не является для нее такой загадкой. И сама теннисистка не является для нее темной лошадкой. Это вопрос только времени. Ну, позволю себе вмешаться в это обсуждение моей коллегой Юлии Сальниковой подобной ситуации. Мне так думается, если еще не вмешается фактор женского тенниса. Если психологически не дрогнет Амирим Ирзмо, что с ней случается... Ну, я не могу сказать, что постоянно, но нередко. А удар над головой не лучший. Не умеет бить удар над головой, да. Ну, так это несколько грубо, наверное. Я думаю, что не самая сильная сторона в техническом образовании. Ну, просто далеко не самая. И... 40-0 на подаче Морисмо. Хорошее начало. Выигран первый гейм. Более уверенным настроением идет на переход Амили. Да, она впереди. Теперь осталось дело за приемом подачи. А тем временем два брейк-поинта у Давиденко. На подаче Карловича 15-40 при счете по пяти. Очень важно, как начнет первый гейм решающей партии Тянь-Тянь-Сун. Сколь уверена, она будет играть первые мячи. Да, кстати, при достаточно невнятном смеши у нее неплохая подача. Отыгрывает один брейк-поинт Карлович 30-40. И опять-таки, скорость подачи была 209 километров в час. 15-0. Выигрывает Николай Давиденко, прошу прощения. Выигрывает подачу Карловича. Николай выходит вперед. 6-5 в первой партии. Впереди россиянин. И сейчас будет подача Николая. Ну, а сейчас все внимание к матчу Сун-Моресмин. Нашла свой ритм. И тем не менее, ошибка. Но в удобном для себя ритме сейчас играет Амелия Моресмо. 30-0 на подачи китаянки. 30-15. Впервые китайские теннисистки заставили о себе говорить после завершения Олимпиады в Афинах, когда китаянки выиграли пару. Золотую медаль в парном женском разряде. Да. Первый круг, между прочим, был у них очень непростой. Они обыграли сестеру Вильямс. И этот матч собрал... Это дело происходило уже поздно вечером. Тем не менее, собрал почти всех болельщиков, которые в этот момент находились на стадионе. Потому что, безусловно, это была сенсация турнира. Красивую комбинацию сейчас провела Амелия Моресмо. Завершила атаку ударом над головой, сравняв счет по 30. Ну, и я как раз начал этот разговор, вспоминая о вчерашнем матче сирены Вильямс против еще одной китаянки Нали. В решающей партии со счетом 6-2 выиграла сирена этот матч. Причем, в партии первой у китайской теннисистки в трех геймах, если я не ошибаюсь, на подаче сирены Вильямс были брейкпоинты. Так что, второй сет выиграла Нали, а так могло бы все трагически закончиться и для младшей сестры Вильямс.